Бывает мягко и постепенно завершение грудного вскармливания. Кормление ночью увеличивает вероятность возникновения кариеса. Они останутся без волос, без ногтей, у них посыпятся кости. Важно, чтобы перед тем, как завершать грудное вскармливание, мама научилась успокаивать ребенка не только с грудью, но и другими способами. Всем привет! С вами Анастасия Сафина и канал онлайн-школы «Легкие роды». Сегодня мы с вами затронем тему завершения грудного вскармливания или отлучения от груди. Обязательно смотрите это видео до конца, ведь отлучение от груди может происходить по-разному. Каждая мать, которая начинает кормить грудью своего ребенка, невольно задумывается о том, как же долго это продлится. Понятно, что грудное вскармливание не навсегда, и мне часто задают вопрос, когда же стоит отлучать ребенка от груди. Это связано с тем, что как-то в нашем обществе априори предполагается, что кто-то, кроме пары, мама и ребенок, знает лучше них, когда это нужно делать. При этом как-то считается абсолютно нормальным, что родственники, врачи и даже незнакомые люди считают своим долгом вмешаться в этот вопрос и посоветовать что-то маме. Но почему это так? Почему это решение принимают люди, которых напрямую на самом деле это не касается? Первый вопрос, который я советую вам себе задать, чье это желание? Кто хочет сейчас завершить грудное вскармливание? Ребенок, вы или кто-то другой? Давайте начнем с того, что если отлучение от груди происходит у ребенка до 8 месяцев, это не самоотлучение, как многие считают, это на самом деле отказ от груди. И здесь есть другие причины, нежели сознательный выбор ребенка. Например, у ребенка возник какой-то стресс, его что-то напугало, у него что-то болит, у него во рту молочница или у него болит ухо, может также спровоцировать отказ сильный поток молока или наоборот резкое изменение потока в сторону более слабого. Также может спровоцировать отказ неудобная поза, использование докорма из бутылочки, ну и многое другое. Поэтому вас должно насторожить, если ребенок завершает грудное вскармливание до года по собственной инициативе. В этой ситуации лучше всего разобраться и найти причину такого поведения. Также бывает раннее отлучение от груди по маминой инициативе и в тот момент, когда ни грудь, ни ребенок к завершению грудного вскармливания еще не готовы. То есть грудь при более-менее длительных перерывах переполняется, а ребенок психологически, физически все еще нуждается в грудном вскармливании. Часто такое решение принимает мама, если она заболела, принимает какие-то лекарства или, например, планирует выйти на работу. И, в общем-то, это решение может быть оправдано. Но помните, что многие заболевания, например, ОРВИ, бактериальные инфекции, не передаются через грудное молоко. Но при этом мама, которая заболела до еще признаков болезни, она может передать этот вирус ребенку, она с ним контактирует, она кормит его грудью. Если, когда она увидела симптомы, она резко завершает грудное вскармливание, то ребенок лишается не только полезных питательных свойств грудного молока, но и защиты его иммунитета. При выходе на работу не означает, что вам тоже обязательно нужно завершать грудное вскармливание. Вы можете организовать сцеживание и докорм ребенка в то время, пока мама находится на работе. Какие ситуации еще не являются поводом для отлучения малыша от груди? Это мастит. В принципе, вполне нормально, если ребенок сосет грудь, даже если у мамы мастит. Второе – это золотистый стафилококк в анализе молока у мамы. Во-первых, золотистый стафилококк не живет в грудном молоке, но когда мама собирает грудное молоко, золотистый стафилококк может находиться на коже и собрать молоко в абсолютно стерильных условиях практически невозможно. Ну и при этом у молока есть бактерицидные свойства, и когда ребенок получает грудное молоко, иммунная система его лучше справляется даже с какими-то неблагоприятными факторами среды. Прием многих препаратов также совместим с грудным вскармливанием. Да, в инструкции ко многим препаратам действительно написана несовместимость, потому что производители не имеют права проводить эксперименты на беременных и кормящих. При этом есть справочники, где вы можете найти компонент этого препарата или торговое название этого препарата и узнать подробно об этом препарате, проникает ли он в грудное молоко и насколько он совместим. Беременность также не является 100% противопоказанием к кормлению грудью. Если у вас нет угрозы, то в принципе при желании мамы кормление грудью во время беременности абсолютно возможно. Хочу вам рассказать о том, что бывает мягко и постепенно завершение грудного вскармливания, когда какие-то кормления убираются и какие-то остаются. То есть даже если вы решили завершать, это не значит, что вы назначили себе дату, как многие делают, и за один день просто прекращают полностью кормить ребенка грудью. И этот процесс он может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Часто маме советуют завершать грудное вскармливание в целях решения какой-то проблемы. Например, если ребенок плохо ест при корм. И предполагается, что если мама завершит грудное вскармливание, ребенок начнет лучше есть. Но это далеко не всегда так. Либо маме могут советовать завершить ГВ, чтобы ребенок лучше спал и меньше просыпался ночью. И это тоже может не помочь, потому что нервная система ребенка дозревает постепенно, и мама завершает грудное вскармливание, ребенок продолжает просыпаться, но успокаивать ей приходится уже другими способами и гораздо менее комфортными для мамы. Существует мнение, что грудное вскармливание для ребенка после года по физическим или психологическим причинам может быть не полезно. Но на данный момент не существует достоверных доказательств этого подхода. Некоторые думают, что на втором году жизни молоко превращается в водичку. Оно уже абсолютно не полезно. Оно не обеспечивает потребности ребенка в питательных веществах. И опять же, это абсолютно не так. 500 мл примерно грудного молока, который получает ребенок на втором году жизни, обеспечивает порядка 40% потребности в белках. Причем эти белки усваиваются гораздо лучше, чем из другого питания. В большом количестве ребенок из грудного молока получает различные витамины. И вообще жирность грудного молока после года, как ни странно, возрастает. После года в грудном молоке растет количество защитных факторов, которые защищают ребенка от болезней и поддерживают его иммунитет. Как указывает канадский педиатр Джек Ньюман, грудное молоко содержит в своем составе элементы, которые поддерживают развитие иммунной системы ребенка. И грудной ребенок имеет более совершенную иммунную систему. Например, исследование 1999 года показало, что тимус, это главный орган иммунной системы человека, значительно больше у детей в 10 месяцев на грудном вскармливании, чем у детей на искусственном вскармливании. Часто говорят, что грудное вскармливание детей после года, особенно кормление ночью, увеличивает вероятность возникновения кариеса. Так вот, исследование 2008 года, которое было проведено в Иране, показало, что у детей от 1 до 3 лет, которые кормились из бутылочки, в 5,5 раз больше бывает кариеса, чем у детей, которые кормились грудью. А грудное вскармливание как таковое, и его продолжительность кормления, кормления ночью с кариесом вообще не были связаны. Часто мама беспокоится также, что грудное вскармливание после года серьезно повлияет на их здоровье. Они останутся без волос, без ногтей, у них посыпятся кости, и это тоже совершенно не так. Например, исследование 2011 года показало, что женщины, которые в общей сложности, независимо от количества детей, кормили грудью более 33 месяцев, имели большую прочность костей, тазобедренных суставов и голени. В физиологическом плане отлучение от груди начинается с того момента, когда вы начинаете давать ребенку иную пищу, чем грудное молоко или смесь. У нас есть видео, где я рассказываю об оптимальных сроках введения прикорма, можете посмотреть его вот здесь. Процесс отнятия ребенка от груди мы можем разделить на 4 этапа. Первый этап – это этап ознакомительного прикорма, когда ребенок знакомится с другой пищей, нежели грудное молоко. Второй этап – это этап энергетического прикорма, когда прикорм удовлетворяет и энергетические потребности ребенка. Третий этап – когда ребенок переходит на пищу с общего стола, и ребенок начинает уже реже прикладываться к груди. И, в принципе, прикладывания могут быть от 1 до 3 в сутки. И последний этап – когда мама полностью завершает кормление грудью, и ребенок питается только пищей с общего стола. Но в этом процессе есть также и много психологических моментов. И бывает, что ребенок требует грудь в любом месте, в любое время, и тем самым мама приходит к выводу, что ей нужно пораньше завершить грудное вскармливание. Но на самом деле, дело здесь часто не в грудном вскармливании, а в выстраивании границ. Ребенок не чувствует маме старшего и обращается с ней на равных. В таком случае нужно обозначить маме, что грудь ее, и она решает, когда она будет его кормить. Конечно же, это нужно делать постепенно. Не нужно сразу же, например, в год обрубать ребенку свободный доступ к груди. Просто постепенно, начиная с полугода, уже к году, вы начинаете объяснять и готовить ребенка, что есть определенные правила обращения с грудью. Также нужно понимать, что грудное вскармливание не заменяет коммуникацию между мамой и ребенком и эмоциональное общение. И важно, чтобы перед тем, как завершать грудное вскармливание, мама научилась успокаивать ребенка не только с грудью, но и другими способами. Еще хочу заметить, что бывают стрессовые способы отлучения ребенка от груди. Когда мама намазывает грудь зеленкой, горчицей, либо уезжает от ребенка надолго, на несколько дней, все это может привести к неврологическим проблемам у ребенка, проблемам со здоровьем мамы и нарушению привязанности. Если вы приняли решение завершать грудное вскармливание, но вы замечаете, что ребенок становится более беспокойный, начинает чаще просыпаться, начинает больше цепляться за маму, у него начинается заикание, то, естественно, нужно притормозить этот процесс на несколько недель и потом попробовать снова. Как понять, что вы готовы завершать грудное вскармливание? Если ребенок прикладывается редко, 1-3 раза в сутки, если он легко отвлекается от груди, если он спокойно остается с родственниками, и вы уезжаете на какое-то время, не сцеживаете грудь, и при этом не чувствуете переполнение груди, значит, вы точно готовы к завершению. Что касается мировых рекомендаций, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует кормить исключительно грудью до 6 месяцев, далее вводить прикорм и продолжать грудное вскармливание до 2 лет и более по желанию мамы. Есть мамы, которые кормят до года, есть мамы, которые заканчивают по желанию или по необходимости кормлению грудью в первый месяц жизни ребенка, есть мамы, которые кормят более 2 лет, как бы ни сложилось ваше грудное вскармливание, всегда помните, что вы хорошая мама и не слушайте тех, кто утверждает обратное. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А с вами была я, Анастасия Сафина, и канал онлайн-школы Легкие Роды, канал, где мы не только рассказываем о том, как родить легко, но и как быть счастливой мамой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok